В ряду спортивных событий этой осени Кубок губернатора по конному спорту занимает особое место. Этот вид считается летним, но соревнования вне сезона для спортсменов также важны. Очень важно в этих турнирах получить звание кандидата в мастера спорта, а для опытных спортсменов, конечно, получить оценки по выиске, еще раз повторюсь, и комментарии очень важны над теми проблемами и ошибками, которыми дальше работать, чтобы уже принять участие на чемпионатах России, на первенцах России. Это очень важно. В зимний период именно участвовать, в осенний период, в таких турнирах, чтобы правильно подойти к летнему периоду. В этот раз мы постарались пригласить титулованную и судейскую бригаду. К нам приедет судья всероссийской категории Питала Игеркимович, Печинкина Мария Александровна из города Москва. И эти два человека очень значимы для всех российских турниров. Потому что Игеркимович – это человек, который очень грамотно выставляет барьеры, курс-дизайнер соревнований именно по конкуру. И вот в этом году он согласился к нам приехать, и мы его ждем. Кубок губернатора будет проходить в двух дисциплинах. Выездка – изящная верховая езда. И конкур – преодоление дистанции с различными препятствиями. Конкур и выездка – это виды олимпийские виды конного спорта, классические виды. И в каждой программе пара спортсмен и лошадь, конечно, это разное. Потому что не все выездковые кони могут так прыгать, как конкурные. И не все конкурные лошади могут показывать свое мастерство по выездке. Хотя выездка… Светлана Дубовик – президент региональной федерации конного спорта. И старший тренер клуба «Рифей». К предстоящему турниру готовят своих воспитанников. Лошадь должна подчиняться всаднику. То есть она должна его уважать, она должна его слушать. То есть всадник должен быть как бы вожжиком для лошади. То есть если лошадь чего-то боится, всадник ей своими действиями, голосовыми какими-то средствами, основными средствами управления, они подсказывают, что не бойся, не страшно, здесь все хорошо, мы пройдем и дальше поедем. Бывает, что лошади боятся, но они должны слышать в садика. И судья, конечно, должен оценивать первое – это ритм лошади. То, что он смотрит, чтобы у лошади были все три аллюра правильнее. Далее мы смотрим раскрепощение, контакт. То есть там по этой шкале мы ставим эту градацию. Наша дисциплина будет выездка. Выездка, да. Мы будем принимать участие по программам «Малого круга» вместе с этим партнером. Его зовут Тристан. Очень непоседа большой. Но ему нравится выступать, и эту его энергию она очень выручает на соревнованиях, потому что он проявляет харизму, такой артистизм, что очень ценится в нашем виде спорта. Сингар – он адекватный, спокойный, то есть он такой терпеливый. Вот вы как видели, там Тристан к нему пристает, он стоит, терпит. Он по бороде кустананский, такой выдержанный, спокойный, адекватный. Он любит его, когда чистят, гладят, угощают. Я всегда замечаю, то есть лошадь напряжена, она сопротивляется. Высоких оценок эта пара не получит, потому что судья должен увидеть на маниже ту грацию, ту элегантность. Конный спорт невероятно красивый и зрелищный. Кроме технической части, здесь оценивается внешний вид и лошади, и всадника. Правилами соревнований регламентируется специальная форма одежды, как для всадника, так и для лошади. Там прописано о том, что грива должна быть аккуратно заплетена. В разные эпохи, в разное время были модны различные прически. Да, то есть, конечно, мы стараемся, чтобы было очень красиво все на соревнованиях. Единственное требование, чтобы вся амуниция для выступлений была подогнана под лошадь, была комфортна для лошади. То есть, надо несколько тренировок потратить, чтобы ее разносить. Борьба за Кубок губернатора будет интересна не только поклонникам конного спорта. Организаторы турнира обещают торжественную и яркую церемонию открытия с участием оркестра, танцевального коллектива и выступлением лучших наездников нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова